это улица столярова она туда вниз уходит вот а это вот такой типичный двор как бы старые четы когда старая и новая все это соприкатается и вот друзья вот видите сгорело здание это тоже старое здание старое здание и почему-то так у нас получается когда в городе начинается строительный бум почему-то сразу начинают гореть по каким-то причинам старые красивые здания видите ну можно было его как-то все-таки облагородить да но такая веранда крытая там тоже были резные украшения на таких каменных колоннах ну вот к сожалению оно что-то пошло не так как говорится вот а вот в этом доме знаете говорят что жил и до сих пор может быть живет бывший губернатор забайкальского края он чету не покинул после его отставки это конечно в общем это положительный такой момент в его биографии еще раз на старинное здание они вот на них никто не обращают внимание и тысячи раз люди проходят и даже не посмотрят это вот а мне только интересно вот если это здание когда-то и снесут и никто и не заметит и никто за него не заступится там еще он видите чернеют тоже такие же здания вот это вот и низенькое здание желтенькое из кирпича это следственный комитет вот а вот это вот я сейчас подошел к этому зданию вот это здание синагоги вот а сейчас в нем располагается одна службы управления федеральной федеральной службы исполнения наказаний и здесь друзья вот я когда-то тоже работал здесь располагалось несколько служб и в том числе редакция нашей газеты резонанс вот в этом старинном здании синагоги сейчас я его еще покажу с другой стороны еврейская община давно уже просит и требует вернуть это здание вернуть это здание евреем вот верующим вот и уже решение есть потому что вышел закон когда вышел закон о возвращении зданий там имущества вот религиозным организациям которыми они владели до как говорится до революции вот православные храмы отдают многие конечно там как-то еще строят козни всякие там вот и вот это вот здание 10 располагался это я не договорил и это здание тоже вот оно его я просто сейчас увидел знакомого человека вот думал он меня узнает он меня не узнал или сделал вид вот это герман валерий яковлевич это даже помню его как зовут вот сейчас он по моему то ли по правам человека но в общем это не важно вот и это здание в общем-то судьба его решена его со временем отдадут евреи даже его хотят отреставрировать привести его вообще в первоначальное состояние вот первоначальное состояние но пока вот некуда переселить вот эти вот службы которые здесь находятся но я думаю знаете не торопится можно было конечно найти место уже но просто не хотят чтобы это здание переходила вот еврейской общине вот и в этом здании видите а с июля 1941 года по декабрь 1945 размещался его как госпиталь 1483 и в этом госпитале работала моя мама она тогда 16 летней девочкой пришла в эту в этот госпиталь работала принимала раненых дежурила обмывала их в общем это 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 тоже было очень конечно тяжело и так как этот госпиталь является а госпиталя являлись войсковыми воинскими частями действующей армии действующих фронтов даже если они находились на территории глубоко в россии в советском союзе да вот они все равно вот были в составе действующей армии и благодаря вот этому моя мама она являла являлась она к сожалению ушла в 2005 году являлась участницей великой отечественной войны пользовалась всеми льготами а вот с этой стороны как раз вход где помещение еврейской общины сохраняются и я туда тоже ходил вот об этом я уже как-то рассказывал в одном из своих эфиров вот ходил по службе конечно по службе а атаман семёнов которого я очень почитаю этот знаменитый казачий атаман он даже формировал из евреев подразделения военные подразделения сотни эскадроны вот и они воевали за белогвардейцев вот а евреи очень хорошо еще поддерживали войска семёнова материально вот потому что большевики которые потом после революции пришли сюда в восемнадцатом году вот они евреев притесняли всяческий а и семёнов когда вошел в сентябре он их взял под охрану поэтому они ему платили очень хорошо